Друзья, всем привет! Давненько я не записывал вот такие живые ролики по поиску новых автомобилей. Оттого, возможно, этот сюжет будет интереснее. И главным героем этого сюжета будет легендарный автомобиль от Toyota, новый Land Cruiser 300. Относительно не так давно компания презентовала модель для России. Многие блогеры и автожурналисты сняли на него обзор. И, смею предположить, вы смотрели кого-то из них и уже представляете, что в себе несет эта машина. Но для нас, самое главное, для моего канала, это цены на эти машины. Так, например, базовая версия начинается с отметки официально 5 миллионов 600 тысяч рублей. Их три комплектации, я их вам выложу на экран. Но, как правило, подавляющее большинство потенциальных клиентов хочет самую топовую комплектацию, которая официально стоит 7 миллионов 780 тысяч рублей. Но стоит хороший вопрос. За сколько реально можно купить эту машину сегодня за наличный расчет? Если речь идет просто наличка здесь и сейчас. Вы все прекрасно знаете, какая ситуация творится на рынке. Кто не знает, подписывайтесь на канал. Я про это активно рассказываю. Все машины продаются с наценкой. Ко мне обратился человек с целью найти этот Land Cruiser 300. Я ему сходу сказал, что, в принципе, сейчас плюс 2-3 миллиона это только наценка. И вот сейчас, внимание, вдумайтесь. Он говорит, у нас есть предложение 10 миллионов 700 тысяч рублей. То бишь плюс 3 миллиона людям накидывают на официальную розничную цену автомобиля. Мол, покупает его. И то, эта машина еще из поставки. Просто за наличку. И он говорит, нужно прошерстить Москву. Вполне возможно, что здесь где-то будет что-то выгоднее. В чем я изначально сильно сомневался. Но человек говорит, я хочу. Вот тебе деньги за твои услуги. Давай ищи. И я начал искать. Здрасте, с менеджером по продажам соедините. Интересует Land Cruiser 300 на физическое лицо. Да, это центр ситетного продажного автомобиля. Меня зовут Евгений. Добрый день. Евгений, здрасте. Скажите, пожалуйста, Land Cruiser 300, универсари, которая комплектация топовая, черный, есть в наличии такой автомобиль у вас? Так, я могу обращаться. Дмитрий меня зовут. Если говорить про в честь месяцелетия максимальную комплектацию, так, свободные продажи, машина, поставки, сейчас я скажу, когда точно будет. Ну, на территории представлен автомобиль такой. Я понял. Есть за наличный расчет будем покупать без кредитов, без трейдинов. За какую цену вы его отдадите? Черный 10 миллионов 707. Черный 10 миллионов 707. 10 707, правильно? Да. Я понял. Машина будет через день, то есть 3 числа. Я понял. Все, спасибо большое, будем думать. Вот вам, пожалуйста, живой звонок 10 миллионов 707. Вот такая картина. Я звонил, даже спрашивал на юрлица, разницы нету. 10 с половиной, 11 и все, пожалуйста. То есть розничная цена 7800, она чисто так, для красоты на сайте. И вот в этом сюжете я вам кратенько расскажу, какая реальная картина по этим автомобилям, по Москве и по России в целом. Я сейчас отправляюсь за кофе. Пока я еду, вас знакомлю со спонсором этого выпуска. А дальше по существу покажу вам этот новый Land Cruiser 300, потому что мы поедем сегодня к официальному дилеру знакомиться с этой машиной, договариваться и, скорее всего, вносить предоплату. В общем, на каких условиях мы ее забираем, что это за тачка, вы увидите и узнаете все в этом ролике. Подчеркиваю, слабонервным лучше не смотреть, потому что цены и наценки просто космос. Приятного просмотра. Друзья, нам нужно прерваться для спонсора выпуска, который может быть полезен как автомобилистам, так и людям, у которых машины нет вообще. Потому что речь идет про пускозарядное устройство от компании Jig. Это очень крутая модель. Вот этот малыш может запросто запустить 5-литровый дизельный мотор или 7-литровый бензиновый мотор. Все комплектующие сделаны очень качественно. Покупая дешевые вещи, провода, как правило, плавятся. Здесь же устройство имеет 10 степеней защиты. Про все это вы подробно можете почитать на официальном сайте. Таким образом, с помощью вот этого малыша вы всегда можете запустить абсолютно любой севший аккумулятор. Но я сказал о том, что это устройство может быть полезно и тем, у кого автомобиля нет. Почему? Потому что вот это нереально крутой и мощный пауэрбанк. Сегодня мы все с вами пользуемся ноутбуками, пользуемся сотовыми телефонами, которые постоянно садятся. Покупают люди пауэрбанки, которые один раз телефон зарядят, второй раз уже еле-еле заряжают. А вот этот малыш может зарядить макбук, например, с 0 до 100%. Как вам такое? Отправились в путешествие? Все, что вам нужно, это Jig Energy. Вход Type-C 45 Ватт. Ноутбук заряжается словно от сетевой зарядки. Таким образом, вот это стильное, крутое, мощное устройство может подойти вам на все случаи жизни. Пускозарядное устройство Jig Energy сделает вашу жизнь комфортной. Все подробности по модели вы можете почитать на красивом официальном сайте. Ее можно купить даже и в рассрочку. Но по промокоду от меня будет дополнительная скидка на 1000 рублей. Пользуйтесь на здоровье. Купили один раз. Вопрос с зарядкой компьютеров, телефонов или с запуском вашего севшего аккумулятора будет закрыт навсегда. Jig Energy ждет тебя по ссылке в описании. Короче, пока едем, рассказываю. Обычно, когда сейчас люди звонят по таким автомобилям дорогим, где большая наценка еще сверху, чтобы его купить, я сразу говорю, ребята, 2-3 миллиона, где-то это миллион наценка, что нет смысла вообще мне браться. Но, ребята говорят, мы с региона, у себя ситуацию знаем, по Москве мотаться, звонить, у нас ни времени, ни желания особо нет. Твоя цена там клевая, условно, для нас. На те деньги беги, ищи. Я говорю, да не вопрос, буду искать. Начиная прозванивать всех дилеров по Москве, ситуация следующая. Машину предлагают от 10,5 до 11 миллионов рублей за воздух. То бишь не стоит думать, что тебе там на 2,5-3 миллиона рублей навешивают каких-то допов, а то и даже уже больше, чем 3 миллиона рублей. Ничего не будет. Просто ты приходишь, и тебе выставляют машину, вот по такой-то цене оплачиваешь, она тогда твоя. Машины в наличии есть, машины завезли. Люди сразу поставили задачу. Они говорят, у нас есть предложение 10700. Вот нам бы найти 9700, и мы уже будем довольны. Хозяин барин. Я прекрасно понимаю, что у многих может в прямом смысле бомбануть, мол, пипец, какой происходит беспредел. Land Cruiser и так стоит 7800, так еще и наценка 3 миллиона. Друзья, давайте посмотрим на это по-другому. Вот мне лично вообще пофигу, хоть пусть там 5, 10, 120 миллионов будет наценка сверху. Мы с вами, в большинстве с вами люди простые. И нам этот Land Cruiser 300 вообще ни горячо, ни холодно. Никто из нас покупать его не собирается. А те, кто его берут, они прекрасно знают, что есть наценку. Но если они хотят купить, и у них на это есть деньги, конечно, людей тоже можно понять. Не совсем там, ну как-то круто, да, покупать дорогую машину. И тупо за возможность ее купить, когда она стоит в салоне, и никто на ней там не сидит в очереди, никто ее не забронировал. Отдать там 2,5-3 ляма сверху. Это, конечно, беспредел. Но сам факт того, что вот вам живая ситуация. Есть люди, которые готовы ее купить. И та цена, по которой мы его сейчас будем забирать, ну, по крайней мере, сегодня бронировать, их полностью устроила. И вот мы уже на парковке у официального дилера, где я жду, вдумайтесь, не менеджера по продажам, который мне покажет автомобиль, а я жду такого же помощника, как я, который поможет мне, людям, купить эту машину за 9,5 миллионов рублей. Вот давайте по порядку, друзья. Не буду называть никаких имен, здесь нет смысла кому-то сделать рекламу или еще что-то. Я вам просто показываю, что такое современный авторынок, как сегодня, в 2021 году машины продают. Прозвонив практически всех дилеров по Москве, ценник, как я сказал, 10,5-11 миллионов рублей. Ниже это, мол, трейды, кредит, вот это стандартная история. За наличку про 9500 никто даже не хочет разговаривать. Нашел ребят, которые этим давно также занимаются, и смотрю, у них объявление 9150 машина стоит. Звоню, говорят, это уже продано, но есть еще одна такая же черная, в этой же комплектации, самый топовый в наличии, за 9500. Разбивают цену так, в кассу к официальному дилеру ты заносишь 9150, в конверте отдаешь 350, и они там уже кому надо, кому какая доля делят. С одной стороны, хоть сказать, пипец, да как это так, как это возможно, но вы вдумайтесь, человек, который обратился, ему предлагают за 10700 купить тачку, и ту, она еще из поставки, ее еще нужно подождать. А это вот, сегодня мы ее увидим, пощупаем, можно забронировать, и люди приедут ее забирать. И непосредственный владелец автомобиля, под которого машина покупается, он даже на эту сделку не прилетит. Подчеркиваю, люди из региона, то есть отправят помощника, который с гендоверенностью приедет, оформится, тут же поставят автомобиль на автовоз, и к его дому отправят машину. Не знаю, кто за человек, чем занимается, даже и не хочу про это спрашивать. Факт в том, что вот просто показываю, что тачки, оказывается, покупают. Значит, с точки зрения рынка автоподбора, народа здесь во сколько, куча людей, которые с удовольствием будут вам искать машины, звонить по всем официальным дилерам, пытаться налаживать какие-то свои связи, делать это, пытаться более выгодным. Я уже рассказывал в роликах, что люди некоторые по квотам забивают машины заранее, которые по полгода ждут и потом, когда они приходят, их продают и успешно на этом зарабатывают. Как-то раз даже в ролике я показывал, приехав к официальному дилеру Ауди, мне менеджер говорит, вон смотри, вон тот мужик, там взрослый мужик, там больше 50 лет, говорит, коллега твой, я говорю, в каком смысле коллега? И он рассказывает, что раньше он был руководителем одного из отделов продаж, а теперь занимается подбором, вот приезжает на сделки, помогает людям покупать машины. Так что народа здесь дофига и, как говорится, спрос рождает предложение. Ну что, ждем человека и отправляемся смотреть автомобиль. Вот такая картина. Сходили, познакомились с автомобилем, познакомились с менеджером, который будет вести сделку, познакомился с человеком, который изначально эту машину заказывал. В общем, история такая. Машину заказывали, взяли бензиновую версию, а потом человек, ну отец, кто хотел ее купить, передумал в силу того, что лучше думает дизелек. Буду ждать, когда она там приедет. Люди машиной так и не пользовались, она стоит официально у дилера, только пришла. До клиента, конечно, кто машину-то будет покупать, я все условия сделки донес, что вот мы там переоформляем договор на тебя, 350 тысяч ты отдаешь им, это непосредственно их будет доход, как они там поделят. Никого это уже, как говорится, не волнует. Клиент, который купит эту машину, он про все это знает, его все устраивает. Понятное дело, что можно сказать, а лучше посидеть, подождать. Пообщавшись с менеджером, я спрашиваю, как вообще, он говорит, да, потихоньку машины завозят, он говорит, ну по моим предположениям, там, к концу 2022 года наверняка станет лучше, к концу 2022 года. А что такое, когда хочется здесь и сейчас? Ну что, никто из вас этих чувств не испытывал? Спрашиваю, почему такая разница с цветом? Вот смотрите, белый цвет на 500-600 тысяч можно найти дешевле. Даже вот по стране, по нашей, по России, были предложения, сели, приезжай к нам, вот хрен знает куда, правда, ну от Москвы очень далеко ехать, но можно купить на 500 тысяч дешевле, только потому что она белая. Все, говорят, хотят черную. В основном машину закупают и под министерство, когда они приходят, они все берут черную машину. Ну и в целом, как бы в черном цвете многие отмечают, что она как-то более статусно выглядит. Просто за что купил, за то продал, вам это доношу. Машин было мало в силу того, что были какие-то проблемы с полупроводниками, менеджер салона рассказал. И опять же, когда началась пандемия, когда вот делали заказы на автомобили, многие подумают, что спрос упадет, и поэтому каким-то образом заказали меньше машин, а на деле спрос не то, чтобы упал, он остался на том же месте. В общем, факт в том, что сами где-то провафлились, где-то с запчастями что-то не хватает, и таким образом вот такая картина сейчас происходит. Далее, у нас есть три варианта, как оплачивать. В кассу, если заносишь наличкой, там 9,150, это 0,3% они берут. Соответственно, 27,300 на ровном месте будет добра дать. Договорились так, что либо карты Сбера оплачиваешь всю сумму, никаких комиссий нет, либо счет выставляют, через банк идешь, оплачиваешь и забираешь машину. В подарок керамика. Керамика, друзья, в подарок. Конечный покупатель думает, брать эту керамику или не брать, потому что в целом он то ли пленку хотел защищать, то ли еще что-то. Когда я приехал, встретился с человеком, на которого автомобиль сейчас забронирован. Молодой парень, он стоит, смотрит мне, говорит, где-то я тебя видел, ты ничего не снимаешь, говорю, ну, снимай ролики, дай у тебя. О, так я же давным-давно на тебя подписан. Что-то разговорились. Суть до дела, вот просто, что важно понять, друзья, поймите, по факту так вот можно ходить самому, бронировать тачки из поставок и так далее. 50 тысяч рублей всего лишь. Приходят машины, вот там нашел покупателей и на ровном месте ты заработаешь, потому что он, не попользовавшись, он не просто там 50 тысяч свои вернет обратно, он еще сверху получит там какую сумму, неважно, даже если плюс 1 рубль, в любом случае он уже что-то зарабатывает, но, естественно, там не 1 рубль. Вот такая картина. Я прекрасно понимаю и знаю, что вообще перекупов в целом люди не любят. Но когда ты сталкиваешься с ситуацией, что ты честный гражданин, хочешь купить машину, приходишь 10 500, я вам показал, мы позвонили в салон, 10 500, в другом 10 700, в третьем 11, а тут тебе раз 9,5. Ну, понимаете, да, здесь очевидная выгода есть. Конечно, было бы круто забрать и вообще в розницу, прийти к официальному дилеру забрать. Но на сегодняшний день такое невозможно. Хочешь по рознице, сиди, жди. Сейчас люди, даже кто заказывает машину под себя, это только на словах могут пообещать, что розница. По факту придет, ситуация может измениться по-другому. Но нам с вами, как я сказал в течение этого ролика, пофигу, хоть 10 миллионов пусть делают на оценку, не нужен нам этот Land Cruiser 300. Вот такая история. Вот что я вам показал сегодня, как в России в 2021 году в августе дорогие машины продаются такие легендарные, как Toyota, ликвидность, надежность, ну и так далее и тому подобное. 7,780 официально розничная цена, 9,500 люди забирают со всеми вот там наценками, комиссиями и так далее, помощников различных, даже 9,520 20-ку я свою срубил. И все остаются довольны, клиент говорит, все классно, мы готовы, хотим уже забирать. Поэтому думайте, делайте выводы, баги-гей, баги-гей, а баги-гей все зарабатывают и финальные потребители довольны. Друзья, прекрасно понимаю, что у кого-то может бомбануть, высказывайте ваше мнение в комментариях, по полной программе, как вы считаете, правильно, неправильно, вот такая картина. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, подписывайтесь на канал, потому что дальше будет больше новых сюжетов про машины, про недвижимость, про все. подписывайтесь обязательно на инстаграм, потому что там всегда выходят свежие новости. До новых встреч, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok